Во что играли дети войны? Выставка «Игрушки военного детства» открылась в Староскольском краеведческом музее. Вышивка гладью и крестом, кукла из текстиля и глины, керамика. Экспозиция будет работать до 10 января. Игрушки военного детства. Простые, сделанные из подручных материалов. Для детей того времени они были больше, чем развлечения. Взрослые – кто на фронте, кто на работе по 12 часов. Например, вот такие куклы из необожженной глины бытовали в селе Вышние Пены Рокетянского района. Им придавали желаемую форму. Сушили на солнце или у печи. А после наряжали в лоскутки ткани. Играли даже кукурузными початками. Большинство мальчишек изготавливали для себя пистолеты, пулеметы из деревяшек, которые находились самостоятельно. Девчонки на поленье рисовали глазки, ротики, носики, глазки. И таким образом, заворачивая в тряпочки эти полежки, получали куколок. Из каких-то деревяшек они делали свистульки. И таким образом получали какие-то тоже занимательные безделушки. На выставке не так уж много оригинальных экспонатов. В основном работы, выполненные мастерами Староскольского дома ремесел. Народный мастер России Татьяна Банникова, опираясь на этнографические материалы, восстанавливает практически утерянные способы изготовления тряпичных кукол. Знания собирает по крупицам в экспедициях. Зольная кукла, здесь она представлена. Нам показала женщина, она говорит, что куклу эту обязательно мать делала для своей дочери, когда выдавала замуж, для того, чтобы родной очаг и всё добро передать в её будущую семью. Ещё одна необычная находка в экспедиции – деревенский живописный коврик из Чернянского района. Это направление в декоре угасло очень быстро, за какой-то десяток лет. Предметы интерьера датируются примерно 1930-м годом. Рисунок выполнен масляной краской. В скором времени экспозиция будет дополнена новогодними игрушками. Посетить выставку игрушки военного детства можно в Староскольском краеведческом музее до 10 января. Или онлайн в группе «Музея во Вконтакте». Анастасия Иконникова, Сергей Алихвер, Александр Балакин, 9 канал.